Тысячи жизней и миллиарды долларов. Такова цена слова, которое сейчас знает каждый. Эбола. В 2014 году она подняла на уши весь мир, поглотила Западную Африку и уже готовилась задушить в своих объятиях остальные континенты. В конце 2015 года крупнейшая эпидемия Эболы закончилась. Вакцина против нее разрабатывается до сих пор. Но с чего же все началось? Откуда появилось одно из самых опаснейших и широко разрекламированных заболеваний на планете? И самое главное, кто он? Самый первый нулевой пациент болезни четвертого уровня биологической угрозы. Духота в палате не давала дышать. Краска жирными ломтями сползала с глухих безоконных стен, оголяя грязно-желтые пятна штукатурки. На старой железной кровати лежал мужчина. Он обильно потел, изнывал от удушливого жара, а взгляд его был направлен туда, откуда уже нет дороги назад. Мабала Лакела был болен, очень болен, но тогда еще никто не знал, к чему это все ведет. И пока мы к этому окончательно не пришли, давайте прервемся немного на викингов. Мы с создателями игры Викинги снова приготовили для вас конкурс. 35 айфонов и 17 макбуков уже нашли своих победителей, но это еще не все. Главными призами нашего конкурса будут два набора iPad Air плюс смарт-клавиатура, а супер-призом по уже сложившейся традиции станет MacBook Pro. В общем, награды достойные. Не теряйтесь. Что? Ты не знаешь, что такое викинги? Ай-яй-яй-яй-яй. Стыдно, салага, такого не знать. Тогда слушай сюда, пока я добрый. Сеттинг суровых северных захватчиков и незабываемых морских сражений. Клановые войны, штурмы крепостей, коллективные набеги и более 20 миллионов игроков, с которыми вы либо объединитесь, либо станете злейшими врагами. Помимо веселых набегов и стильной графики, викинги также прославились своими уникальными игровыми механиками, которые в корне изменили жанр ММО-стратегии. Здесь есть все. Широкий выбор воинов, щедрые награды за выполнение квестов и постоянные обновления. Стань предводителем своего клана и начни сам вершить судьбы народу. Объявляй клановые войны, граф поселения, покажи им всем, где ночуют морские котики. А если вдруг кто-то недовольный взбрыкнет, попроси помощи у клана и покажи негодяям, как выглядит настоящее возмездие. Ну или просто зависти в чате, благо хороших людей там хватает, например, я. Готов выиграть iPad Air и смарт-клавиатуру? Тогда все просто. Просто качай викингов по ссылкам в описании и докачивай свой дворец до 10 уровня. А если ты метишь в награду посерьезнее и хочешь выиграть суперприз MacBook Pro, тогда достигни максимального уровня дворца из всех участников до конца месяца. Розыгрыш состоится 5 сентября, все подробности будут в описании. Качай викингов именно по моим ссылкам в описании и получишь 200 голды и бесплатный щит. Ну и находи меня в игре, мой ник там LooneyMan. В общем, переходи по ссылкам внизу, это помогает развивать канал. Шел сентябрь 1976 года. Заир, расположенный в самом сердце африканских джунглей, не был лучшим местом, чтобы заболеть чем-то новым и неизученным. Жара, влажность, глобальная антисанитария и быстрорастущее население дарили паразитарным болезням исключительное процветание. Усугублялось все нехваткой больниц и медперсонала. Большинство инъекций пациентам делали разве что насекомые. Именно здесь почва для любой эпидемии, будь то дизентерия, чума или глисты, была тщательно удобрена и подготовлена. Озер на грядущей опасности уже начинали прорастать. Деревня Ямбуку, откуда Мабала был родом, расположена в отдаленной экваториальной провинции Заира. Вокруг нее были настолько глухие и непролазные джунгли, что до любого подобия города нужно было добираться по ужасной проселочной дороге. Если бы у глобуса была географическая жопа, и для того, чтобы ее найти, нужно было решить некое уравнение, то вполне возможно, что решение уравнения привело бы нас именно сюда. Тем не менее, в деревне была небольшая клиника ордена католических монахин из Бельгии. Именно здесь и находился Мабала. Название клиника не является правильным, хотя она так и называлась. Сестры не имели медицинского образования, а из доступных веществ были разве что вакцины от самых распространенных в регионе заболеваний, витамины и физраствор. Весь этот арсенал использовался широко и без каких-либо диагностических средств, что впоследствии еще сыграет свою роль. Наш Мабала в свои 42 года был и директором школы, и учителем одновременно. Тогда он только-только вернулся из отпуска. Навестил родителей, отправился в соседний город, провел пару дней на охоте. Съездил в другой конец страны с двухнедельной автомобильной экскурсией, а по пути домой купил тушку антилопы и копченое обезьянье мясо. Однако, вместо свежести и хорошего настроения, он привез с собой из отпуска легкую лихорадку и сильную головную боль. А вечером к жару добавились еще и судороги. Симптомы осторожно указывали на малярию, тем более, что в тех местах она была делом довольно-таки привычным. Для точного определения диагноза нужно было сделать анализы. Но никто в деревне, включая монахи, не имел ни микроскопа, ни достаточных знаний для работы с ним. Впрочем, этого и не понадобилось. В больнице версию Мабалы подтвердила монахиня Мария Беата. Осмотрев больного, она сделала ему укол хлорохина, надежное средство против эритроцитальных плазмодиев. Дала жаропонижающее и распорядилась о госпитализации, а в больничную карту вписали лихорадку. Больница в Ямбуку была рассчитана всего на 120 пациентов. Без необходимости в ней никто не задерживался. Так и Мабала провел там всего два дня, а после его жена Мубузу забрала его домой. Сегодня достоверно известно, что на всю ту больницу, где тогда содержались и пациенты с беременностями, инфекциями, обезвоживанием, было всего пять стеклянных шприцев и многоразовые металлические иглы. И при простых инъекциях стерилизация не проводилась. Общие инструменты, которыми тогда оказывали Мабале помощь, были использованы для инъекций нескольким десяткам пациентов, у которых были самые разные проблемы. А знаете, откуда это стало известно? Все эти пациенты, включая тех, кто с ними контактировал, спустя одну неделю после выписки Мабалы или попали обратно в больницу, или умерли дома. Первое время Мабала считал, что инъекция сработала, и ему становится лучше. Но через неделю лихорадка вернулась с новыми симптомами. Начались диарея, рвота, боли в животе и кишечное кровотечение. Семья всерьез опасалась за его жизнь. Шестерых детей Мубузу и Мабалы на время отвезли к родственникам. Лишь две старшие дочери и жена остались с ним рядом. Тем не менее, ему становилось все хуже. Семья была вынуждена позвать на помощь монахинь. И когда две сестры, одна из которых была уже нам знакомая, Мария Беата, вошли в дом, они увидели Мабалу, лежащим на полу. Он лежал на багровом от крови матрасе в окружении полчища мух. Его рвало темными сгустками, а кровь красными полосами струилась из носа, ушей и глаз. «У вас есть хоть какое-нибудь средство, чтобы ему помочь?» Дрожащим голосом спросила Мубузу. Сестра Мария Беата покачала головой. «Это что-то новое». И последнее утверждение было не совсем верным. Миру уже были знакомы лихорадки с похожими симптомами. Например, желтая лихорадка или лихорадка Лааса. Но монахиня, скорее всего, о них просто не знала. Но на этом история совсем не закончилась. 30 августа в больницу поступил уже сосед Мабалы. И в его клинической картине попросту не нашли знакомых заболеваний и не смогли предложить ему помощь. Тогда ему просто пришлось отправиться домой. В тот же день из больницы выписалась Йомбэн Гонго, которая тогда лечилась от анемии. И когда она лежала в палате, за ней ухаживала младшая сестра Юза. В итоге 7 сентября умерла Йомбэ, 8 сентября Мабала и 9 сентября Юза. Шприцы так и не начали стерилизовать. И пока родственники погибших собирались на похороны, в больницы поступали все новые пациенты, которые вскоре также пополнят кладбище. Монахини пытались помочь и успокоить больных, но быстро присоединились к ним. Сестра Мария Биата стала одной из первых. А после похорон Лакелы 21 из его родственников заболел и поступил в сестринскую клинику с лихорадкой, головной болью, рвотой и диареей. В ответ на мольбы о помощи 12 сентября в деревню прибыл первый врач из города. Его звали Нгой Мушола. Увидев, что здесь происходит, он первым делом направил отчет в столицу. Из 30 случаев заболевания 22 уже привели к смерти. А более позднее исследование показало, что на тот момент заболевших уже было 120 человек. Пациенты массово бежали из больницы и отказывались от лечения и содержания в стационаре. Неизвестная доселе болезнь подняла индекс смертности до 100%. Надежда была лишь на отчет Мушола. Его письмо должно было обратить на себя внимание коррумпированного аппарата, заставить проржавевшие звенья администрации вращаться в нужном направлении и помочь остановить эпидемию. И отчасти это удалось. 23 сентября по поручению министра здравоохранения в поселок прибыла команда из столицы. В нее вошли микробиолог Жан-Жак, Муэмби Тамфун и Амомба, полковник и военный врач-эпидемиолог. Они предположили, что во всем виноват ТИФ или желтая лихорадка и вскоре положили начало мероприятиям по борьбе с ними. У трех умерших сестер взяли образцы ткани для анализов, а всему населению деревни назначили прививку от брюшного ТИФа и желтой лихорадки. Последняя живая бельгийская монахиня получала такую же прививку после того, как сама заразилась в том же госпитале и теми же инструментами. Амомбу заверил жителей деревни, что больше поводов для беспокойства нет и улетел, прихватив с собой больную монашку и священника в столицу Киншасу. Этот момент вспышки был самым острым. Нулевой пациент умер месяц назад. Более сотни зараженных вернулись в свои дома, а больную монахиню забрали в густонаселенный город. Каждый из тех, кто их окружал, в любой момент мог стать своим локальным нулевым пациентом. Каждый из них мог отправиться к родственникам в другую провинцию или пойти на охоту с друзьями из соседнего Судана или Уганды. И в то время, как местные власти игнорировали развитие ситуации и запросы медиков, нищая Африка в те дни готовилась стать инкубатором для новой смертоносной болезни. По счастью, слухи о погибших представителях бельгийской миссии доходят до руководителя Бельгийского фонда тропической медицины Жана Франсуару Поля, главы французской медицинской миссии Жерара Рафье и доктора Кругвы из Национального университета Заира. И в отличие от официальной делегации, простая версия о брюшном тифе или желтой лихорадке их вообще не устроила. В Европе к тому моменту уже узнали про вырвавшийся на свободу вирус Марбурга в 1967 году в Германии. За 10 лет до этого медицинские эксперименты над африканскими мартышками вида гревет вывели в свет один из самых опасных вирусов, состоящий в том же семействе филовирусов, что и новый штамп пока неизвестной болезни. Кровотечения в списке симптомов говорили о том, что вирус больше похож на желтую лихорадку, чем на обычный брюшной тиф. В то же время это могла быть и лихорадка лоаса, также вызывающая геморрагические симптомы, или любой другой новый вирус, вырвавшийся подобно вирусу Марбурга. Научному сообществу нужен был точный ответ. Трое ученых сформировали новую команду и отправились на военных вертолетах в очаг эпидемии, чтобы взять образцы крови у двух переживших заболевания, после чего улетели назад. Еще не имея на руках результатов проб, они посоветовали правительству немедленно изолировать этот район. Действующий комиссар провинции согласился. В итоге область с населением в 275 тысяч человек закрыли на строгий карантин. Внутри провинции Бумба запретили полет частных самолетов, въезд и выезд автомобилей и остановку речных судов. Католическая миссия и госпиталь в Ямбуку тоже закрылись. Тем более, что на тот момент около 80% персонала больницы были уже мертвы. 28 сентября 1976 года у монахини, которую привезли из Ямбука в Киншасу, в больницу Нгалиема, взяли анализы крови. Ее наблюдал бельгийский врач Жак Куртель. Он заподозрил у нее геморрагическую болезнь и тотчас изолировал. А взятые образцы крови отправили в Институт тропической медицины в Антверпене в Бельгии. Посылку принимал молодой врач Питер Пиот, который сейчас занимает пост директора престижной лондонской школы гигиены и тропической медицины. В термосе среди полузастрявших кубиков льда находились две стеклянные пробирки, одна из которых разбилась. Кровь смешалась с водой, по счастью, вторая пробирка осталась целой. И все же под электронным микроскопом обнаружили огромный вирус по форме напоминающий червя. В те времена у нас не было гугл. Пришлось идти в библиотеку за атласом вирусов. Мы выявили сходство с марбургским вирусом, который вызывает геморрагическую лихорадку. Самые худшие опасения подтвердились. В тот же день об этом уведомили штаб-квартиру ВОЗ в Женеве. Из-за отсутствия должной защиты в лаборатории, где из защиты были только стандартные средства, это маска и перчатки, одну часть образцов немедленно перенаправили в микробиологический, научно-исследовательский институт в Великобритании, а другой в Центр контроля и профилактики заболеваний в Атланте, штат Джорджия, США. По предписанию ВОЗ, карантин в Заэре был ужесточен. И все же в последующие несколько месяцев заразились еще 318 человек. И все они контактировали с сестрами Мабалой или его семьей. 280 из них погибли. Во многом активность ВОЗ объяснялась еще и тем, что они уже участвовали в создании карантина при вспышке непонятной новой болезни. На самом деле, случай в Ямбуку был вторым в истории. Просто об этом еще никто не знал. Именно после Ямбуку вирус попал в руки ученых, которые и сопоставили его с вирусом Марбурга и поняли, что все очень и очень плохо. Расследование в Заэре в конечном счете привело в Южный Судан. Там была зафиксирована аналогичная вспышка чуть раньше, с июня по ноябрь 1976 года. Произошло это в Нзаре, а нулевой пациент был идентифицирован как ныне неизвестный кладовщик на хлопчатобумажной фабрике, откуда через персонал 27 июня 1976 года заболевание попало в соседний город Мориди. К моменту, когда власти узнали о произошедшем, в госпитале находилось уже 30 пациентов. Образцы также были собраны и отправлены в ВОЗ напрямую. Казалось, эпидемии были связаны друг с другом, и вирус распространялся через торговые маршруты, по которым переправлялось пальмовое масло. В Судан отправилась пара эпидемиологов-добровольцев из США и Европы. Джозеф Маккормик и Саймон Ван Ньювенхов. Однако, как раз в это время в стране шла гражданская война, и следы вируса оборвались спустя три недели поисков. Позднее в лаборатории установили, что штаммы все-таки отличались друг от друга, хоть и возникли в относительной близости. На хлопковом заводе и его окрестностях погиб 151 человек из 284 заразившихся. Свое название вирус получил в честь реки Эбола, что протекает в 60 километров от Ямбуку. На местном наречии ее название читается как Нгбани Лигбалы, что значит чистая вода. Некоторые искажения и отказ от названия в честь деревни были использованы сознательно, чтобы не дискредитировать местность. Именно здесь болезнь совершила свой первый похоронный марш, и именно здесь начались ее первые исследования. Всего в том году Эбола унесла жизни в 331 человека. Со временем все-таки удалось определить причины заражения нулевых пациентов. Для жизни кладовщика роковым стало соседство с летучими мышами, жившими на стропилах под крышей. Школьного же учителя погубил Бушмидт, придорожная уличная кухня, где принято готовить и продавать любых животных, найденных или убитых в окрестностях. Причинами распространения вируса считается по большей части невероятная антисанитария и отсутствие стерильных медицинских приборов, а также погребальные традиции местных племен, подразумевающие близкий контакт с умершим. Обо всем этом вы можете узнать из моего ролика про Эболу. Там я рассказываю, как он вообще убивает и как он смог стать настолько смертоносным. Также смотрите другие мои ролики, жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски и подписывайтесь на мой инстаграм, где я делюсь новостями канала, всякими инсайдами и другой прочей полезной информацией. И спасибо всем тем, кто поддерживает меня донатами на патреоне. Вы очень большие молодцы, без вас этот контент, наверное, и не существовал бы. Но для тех, кто хочет поддержать меня копеечкой, все ссылки будут в описании. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok